Чтобы зимой машиной управляла не колея, а водитель, для этого есть работники дорожного хозяйства. Мы сейчас делаем то, о чем мечтает каждый россиянин. Ремонтируем дороги, срезаем старый асфальт. Конечно, мечтают ремонтировать дороги далеко не все жители страны. А вот желание ездить по качественной и ровной трассе есть у каждого. Воплощают мечты в реальность работники дорожного хозяйства. Максим Макаров и Гаврил Федоров вдвоем справляются с одной машиной. Управлению этой техникой их не обучали. Все сами. Раньше не было даже, никто не учил этому. Не было таких людей, которые могли научить. Такой техники вообще не было раньше. И как вы с этим справлялись? Ну, это же такой же трактор. Едет прямо, едет вправо, влево и так далее. Научился сам и научил напарника. Так сложилась настоящая команда. Друг друга специалисты понимают не просто с полуслова, а вообще без слов. Мы с ним друзья, почти, можно сказать, родственники. Он очень хорошо в свое время освоил именно фрезерование дорог. То есть не только управление техникой, а само фрезерование. И этот опыт передал мне. Максим Макаров в компании с 16 лет. Слесарь, водитель и, наконец, машинист дорожной фрезы. Еще ребенком он понял, что будет как отец, работником дорожного хозяйства. Начиная с 3-4 лет, я частенько ходил с ним на работу, лазил по цехам, смотрел технику. Это было так все интересно для меня. Интерес к работе не пропадает, а наоборот, с каждым днем усиливается. В планах у молодого специалиста обучение в Германии, где производят дорожные машины. А хочется что-то поменять? Что-то поменять? Не могу даже ответить на этот вопрос, потому что на данный момент, наверное, меня все устраивает. Мне нравится моя работа. За плечами у работников дорожного хозяйства тысячи километров от ремонтированных дорог. Но и это еще не предел. Екатерина Никитко, Юрий Марков, Республика.